Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 июня, и я хочу показать на примере сорта Ринет, что не только от срока посева зависит количество плодов, урожайность томатов, очень сильно еще зависит это от срока высадки в грунт, неважно когда мы посеяли. Вот смотрите, вот эти томаты я вам показывала Ринет, я их высаживала 11 июня. Тоже поздновато, конечно, для этого сорта. Про этот сорт я рассказывала, есть и прошлогоднее описание, что это ультраскороспелый, морозостойкий, и его можно было высадить и ранее. Я в прошлом году высаживала вообще его в мае до заморозков, он обмерз у меня, весь подмерз, потом восстановился, и вот одна женщина, которая в этом году уже у меня купила семена и посадила, тоже сказала, что он у нее обмерз, она не стала выдергивать, сейчас оброс пасынками, это очень морозоустойчивый, морозостойкий, его можно высаживать раньше. Но вот я в связи со своими обстоятельствами, что очень много было работы с рассадой, высадила поздно, 11 июня. И я вам показывала, что были даже маленькие плоды вот на этом. Но сейчас он стоит весь в плодах, почти на каждом кустике, у кого побольше, у кого поменьше, везде есть зависть. И он, именно сами кусты очень хорошо изменились, в лучшую сторону. И вот для сравнения я вам сейчас покажу те томаты, которые 4 штуки у меня остались. У меня была просто вот следующая ступень, видите, он как на ступенях, как на терраске. Вот эта ступень у меня была не подготовлена, просто-напросто не был положен перегной. Я не стала его высаживать без перегноя, и отложила вот эти 4 штуки, 4 экземпляра. Я их оставила в лоточке. Посмотрите, как сильно они отличаются. Если бы я их высадила вовремя вместе с этими. Смотрите, какие здесь сочно-зеленые такие кусты. Листья все расправились, стали мясистыми. Вот здесь даже форма листа немного изменилась, потому что, конечно, жарко, ему здесь мало грунта, он в плохих условиях. И если бы я все томаты высадила вот сейчас, как эти 4, то они наращивали зеленую массу, конечно, намного дольше бы. И они были бы позже. Вот всего за 2 недели. На 2 недели раньше высажено вот это, и на 2 недели позже высажен тот. У того, конечно, будет немного отставания, потому что у этих, у некоторых, уже такие томатики, что скоро приблизятся к тем размерам, которые должны быть. У них вес 70-100 граммов. Они будут все улеплены томатами. 30-40 помидорок на одном кусте. В прошлом году у меня тут было снято, как они лежа лежат, все обсыпаны томатами, все обсыпаны плодами. Это очень урожайный сорт. Неприхотливый, можно не посынковать, не подвязывать, ничего. Они вот сейчас вырастут, я их завалю сюда, вот так вот вниз они будут как плетями, вниз плетями лежать. Ну вот, а этот короткий видеоролик только для того, чтобы все-таки, да, высаживать томаты нужно вовремя, потому что за то время, пока я готовила вот эту грядку для этих четырех, вот эти томаты, остальные первые, они уже очень прекрасно разрослись, они уже все покрылись плодами, как, впрочем, и те все остальные. Помните, я вам показала розовую жемчужину, которую вдоль вот этой теплицы я высадила? Они все-все-все-все-все в помидорках. Вот видно вам вдалеке или нет? На каждом кустики по четыре, по пять, по шесть, уже по две кисти образовали очень много томатов, поэтому высаживать лучше все-таки вовремя, или если они скороспелые, конечно, нужно пораньше. Это я затягиваю, потому что у меня с рассадой много работы, а если вы берете скороспелый или ранний сорт, и рано высаживаете, то сейчас в июне у вас уже должны быть красные плоды. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Вот это о разном состоянии томатов, и как, да, я забыла сказать, они посеяны, конечно, в один день, посеяны они в конце апреля у меня. Вот просто высадила я вот эти на две недели раньше. Они очень хорошо этим воспользовались. Все, до свидания.